всем привет сегодня я слушал с утра свою самую любимую группу самую любимую рок-музыку это не вы не вот это то что здесь стоит это тоже отличная группа скин или я как-нибудь про нее чем-нибудь скажу пару слов и не вот это и окей которую я тоже иногда люблю иногда не люблю временами иногда с большим восторгом слушая к и иногда меня тошнит от этой музыки но бывает но группа хорошая тоже поговорим про нее это та группа the rolling stones самым необычным своим диском поскольку группу the rolling stones я считаю лучшей действительно в так называемой рок-музыке это воплощенная рок-музыка если вы хотите узнать что такое рок-музыка слушайте the rolling stones поскольку это самая любимая моя группа я повторюсь я могу ее и покритиковать я с большим уважением отношусь the rolling stones и мне нравятся все пластинки этой группы но вот это отдельная история это rolling stones который не похож на rolling stones ну за исключением тембра голоса за исключением манера гитарной игры которая совершенно не похожа на обычную манеру гитарной игры кита ричардса и даже брайана джонса который здесь преобладает на этом альбоме и даже чарли вот здесь барабанит не похоже на себя и билл вайман играет на удивление много в отличие от всех остальных альбомов the rolling stones и билл вайман здесь даже поет и даже сочиняет что вообще удивительно например песня или надо land принадлежит в перу голосу мозгу и сердцу билла ваймана ну это ладно 1967 год год который дал нам три великих психоделических альбома но он дал огромное количество альбомов но три великих британских альбома это the paper the gates of dawn группы pink floyd сержант paper группы the beatles кстати я сказал что the rolling stones моя любимая рок-группа да потому что я придерживаюсь позиции следующие общеизвестные что beatles это боги а the rolling stones это лучшая группа в мире beatles вне вне конкуренции находится я действительно так считаю не не из-за того что я фанат какой-то сумасшедшей группы beatles а я просто слушаю то что они сыграли и спели и понимаю что лучше этого пока никто ничего не сочинил не сыграл и не успел ну да ладно и так лучшая группа в мире со своим удивительным альбомом 67 года даже satanic majestic request альбом очень разные вызывал отзывы и у критиков и слушателей с годами большинство слушателей как я читаю считают альбом едва ли не лучшим the rolling stones как-то мнение меняется полярно потому что сначала альбом вообще не принимали тогда когда он вышел все говоришь о это попытка сделать также как сержант пеппер только попытка неудачная потому что beatles круче но это вообще ерунда я на таком уровне вообще не разговариваю с людьми кто круче кто не круче что значит круче я не объясните мне что значит beatles круче что это значит или одна группа круче другой это это как они быстрее бегут стометровку или что они что в музыке не существует такого понятия круче в принципе это некорректная некорректная оценка он играет круче это как быстрее или или как или или что или что я не знаю в спорте да ладно а в музыке совершенно это абсурдная история круче я круче джона леннона ну да 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 так вот бластинку писали конечно довольно долго писали они если мне память не изменяется февраля 67 по октябрь 67 то есть но не год но в общем достаточно долго все из-за того что периодически садились в тюрьму то джаггер то ричард потом наоборот то ричард то джаггер постоянные разборки с полицией были из-за наличия в их карманах запрещенных препаратов а также в квартирах ну все кончилось благополучно тем более что джаггер написал в тюрьме две или три песни одна из которых вышла синглом 2 находится на этом альбоме третье не знаю где не знаю где не помню но в общем творчество не останавливалась артист имеет право самовыражаться так как хочет никто не может ему запретить захотели музыканты записать альбом в стиле под условным названием психоделия и сделали это сделали это прекрасно на самом деле хотя альбом конечно раздерганный достаточно неровный как принято говорить нет уже не люблю это понять что значит неровный альбом пластинка ровная обратите внимание она абсолютно ровная неровно это когда вот такая но ее и слушать невозможно здесь есть шедевры есть не шедевры например при всей моей любви группе я никогда не скажу что если песня мне не нравится то это все равно шедевр мне не нравится сын десал тугена начала этого произведения она звучит как-то достаточно тяжеловесно один из критиков написал слова вымученный вокал похоже на то похоже на то что как-то через силу джаггер его пел когда эту песню записывали я не знаю в каком состоянии был джаггер потому что я уже говорил что запись шла с февраля по октябрь и дискретно приходили в студию артисты в каком они были виде виде были нормальным всегда в физическом плане я имею ввиду в каком моральном состоянии это было неизвестно хотя вот это самое sing the soul together это самое что ни на есть психоделия который начинается с фортепиано потом рожки потом полный какой-то шаманский навал перкуссии навал инструментов этот хор не стройный или стройный который поет вот это самое sing the soul together и в общем такая калифорнийская почти что психоделия пошла но как-то как-то что-то не очень сложилось и в этой связи наверное грохнула следующая песня цитадель когда расставляли материал поняли что надо вот эту самое sing the soul together как-то поддать и поддали цитаделью самый тяжелый песней the rolling stones по сей пору наверное потому что но это тяжеляк так тяжеляк это фузовая гитара с вибрато с бешеным с мелатроном который внизу там издает адские звуки с невероятными какими-то сольными партиями такими пробежками которые внизу находятся под всей этой плотной фактуры за вторым куплетом начинается там такие и полный мрак и тяжеляк и чарли вот с барабанит конечно совсем не так как он барабанит обычно он вообще джазовый барабанчик у него джазовая манера такая достаточно легкая но с очень мощным ударом него удар колоссальный можно сравнить там я извиняюсь конечно я не барабанщик но не буду ни с кем сравнивать чтобы никого не обижать но очень мощно лупят по-малому по бочке очень-очень сильно при этом так вот когда видишь его этого никогда не скажешь но кстати говоря били кабом известный джазовый барабанщик когда на него смотришь как он играет он играет каждый кажется очень легко но звук такой атомный так пробивает все то есть вот это все на самом деле вот это вот вот такая игра на барабанах это шоу это к звукоизвлечения не имеет никакого отношения когда барабанщика так молотит это чистый элемент шоу потому что барабанщиков играет вот так вот палочкой и извлекает зву гораздо громче и плотнее чем вот эти вот парни которые мимо как правило вот когда так играешь это как правило в общем мимо всегда получается в общем чудовищная хардовая цитадель после чего идет номер билла ваймана in another land как я вычитал билл вайман пришел в студию раньше всех никого не было инженер глинт-жонс спрашивает его у тебя есть что-нибудь билл чтобы не терять студийное время вами говорит есть наметки и они записали in another land с вибро страшным вокалом космическим ну просто сид барретт здравствуйте все здесь вот ранний pink floyd просто в крови видимо был у билла ваймана записалась это in another land потом пришли друзья наложили туда голосов пришел ронни лэйн и пришел стив мэриот из группы small faces они спели там бэки прекрасные джаггер тоже прибежал тоже пропел бэки потом сыграли на клавесине потом пришел чарли вот наложил сверху ударные и получилось психоделическое космическое таинственное произведение in another land билла ваймана надо сказать эта песня потом вышла синглом под именем билла ваймана они под брендом rolling stones не под маркой rolling stones сингл отдельный билла ваймана in another land в исполнении группы the rolling stones ники хопкинс миг джаггер вся банда все а написано билл вайман после чего 2000 мэн акустическая такая казалось бы веселуха но которая уходит опять в какие-то не очень веселые такие дебри и не очень акустические потому что все подключаются и заканчивается безобразным совершенно джемом в стиле битлз по звуку звук просто как будто нетрезвые битлз пришли и стали играть свое удовольствие джимовать в студии кстати говоря джимовали the rolling stones достаточно много во время записи этого альбома и во время одного из джемов присутствующие в студии эндрю лук олдхэм первый менеджер the rolling stones который их продвинул слушал слушал потом встал вышел из студии больше никогда не появлялся на горизонте the rolling stones потом они достаточно долго разрывали с ним контрактные отношения и олдхэм исчез из поля зрения а жаль потому что парень был веселый и продвинутый аллен клейн занял его место но это бог с ним заканчивается первая сторона вот этим адским джемом в котором присутствует присутствует кстати джон леннон и пол маккартни которые орут поют что-то там говорят в общей куче но они здесь приложили руку к этому альбому мариана фейтфул здесь присутствует ванита паленберг джон леннон и пол маккартни цените гений прикоснулись они вообще дружили и джаггер вместе с битл съездили даже в процессе записи этого альбома в уэльс где знакомились очередным гуру джорджа харрисона что повлияло безусловно на песни которые занимают вторую сторону альбомах ну шиза rainbow это вообще одна из лучших песен the rolling stones очень красивая не скажу что там какой-то арт-рок но очень красивая сложная исключительно просто утонченная песня при этом мощная громкая со струнными с оркестром оркестровку писал молодой мало кому известный еще парень которого звали джон пол джонс сессионный музыкант которого очень ценили все артисты все люди которые работали в но не очень знали его в публике поскольку ладзеппелин еще не грохнули на тот момент времени но вот юный джон пол джонс написал оркестровку очень хорошую послушайте она очень красивая действительно после чего идут две песни на которых явно повлиял визит микка джаггера вместе с группой битлз к очередному гуру это the lantern и гомо тот самый гомпер вот это уже чистая медитация ну что значит медитация это песня с мелодией все поется все пропевается куплет припев рефрен музыкальные музыкальная поддержка очень хорошая брайан джонс постарался в полный рост здесь адовым количеством перкуссии с ситаром с флейточками с разными экзотическими инструментами другими которых я не знаю просто потому что брайан джонс он был фанат он собирал все эти всю эту экзотику и использовал ее по максимуму ну вот две этих песни лантерн и гомпер они просто такие вот все понеслась по кочкам заметьте да после чего 2000 световых лет от дома песня написанная джаггером в тюрьме и изюмина всего этого прекрасного альбома за исключением шизер rainbow ну вот наверное две песни ломовые безоговорочно шизер rainbow и 2000 лет невероятной красоты настоящий рок настоящая рок-песня изысканная таинственная печальная психоделическая очень хорошо обработанная аранжировано и просто здорово после чего издевательство над пластинкой сержант пеппер он вид дэшоу очень веселая ярмарочная балаганная такая штука где все играют все поют очень похоже на битлз в манере игры на барабанах очень похоже на ринга стара такое ощущение что вот просто все вместе здесь и присутствует они действительно были все вместе они дружили вместе проводили время и по звуку очень много пересечений особенно здесь вот на satanic majesty's request с битлз не только сержантом а вообще с музыкальные такой вот палитры группы битлз очень много пересечений и в этой связи пластинка кажется очень теплый очень знакомый на прямо в крови в генах вот этот звук шестьдесят седьмого года битловский он здесь и звук the rolling stones здесь поэтому это полный кайф и я пошел пить до новых встреч пока